Чистого воздуха требуют жители Подольского района города Киева. Сейчас им приходится буквально сбегать из собственных домов, чтобы не дышать газами из канализации. Всё это в результате ремонта главного городского коллектора. Коммунальщики убеждают, что работы они ведут круглосуточно. Вот только уже два года не могут их закончить. Почему, выясняла Любовь Кукла. Ребята, тут никакой Америки никто не открыл. Любовы на татарке, по Нижней Юрковской, всегда стоит вонь. И так уже два года. Люди жалуются от запаха канализации, их не спасают даже закрытые окна. Летом вонь была непереносимой из-за жары, а сейчас из-за ветра. Вот сейчас чувствуете, вот вы тоже стоите, сейчас чувствуете, идёт оттуда, откуда-то запах идёт оттуда. А если точнее, вот отсюда, с участка главного городского коллектора. Хотя аварийным его признали ещё в 90-х, 15 лет назад. Денег на ремонт традиционно не хватало, средства выделили только в 2015 году. С тех пор и начались страдания местных жителей. Люди говорят, устали оббивать пороги чиновников с просьбой ускорить ремонт. Почему работы так затянулись, ведь коммунальщики божатся, трудятся, не покладая рук. Ну, конечно, каждый день работаем, с утра до ночи. В прошлый раз, когда мы были на стройплощадке, месяц назад, рабочие нам жаловались. Проблема в деньгах. Работы так стопорились из-за нехватки средств на материалы. Они на камеру признавались, расплачиваются неохотно. Только за последнее время со стройки уволились 20 человек. Пока нет денег, не будет никакой работы. Будут платить деньги, работа закончится. Не платят кто? Я не знаю, кто не платит. Никто не платит. Зарплату на два месяца затримают и платят не те деньги, которые обещали. Но заказчик работы Киевводоканал никаких проблем не видит. И в который раз продолжают уверять. Терпите, дышать ядовитыми газами осталось недолго. До конца жовтня закончатся все основные работы на другом месте головного канализационного коллектора. То есть, в принципе, запах минимизуется. И до конца года закончатся все необходимые технологические переключения, для того, чтобы полностью вывести из работы дылянку аварийного действующего коллектора. Проще говоря, ядовитый запах на татарке и подоле полностью исчезнет только после новогодних праздников. Хотя раньше коммунальщики уверяли, воздух будет чистым уже в начале осени. Почему водоканал так долго кормит обещаниями? Почему были проблемы с финансированием работ? И платили ли вовремя подрядчику? С этими вопросами мы обратились в столичную прокуратуру. Но ответа пока не получили. Любовь Кукла и Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.